Парни, можем себе просто развернуться, дать слэш на кэмэн. Антон Будылёв с детства увлекается компьютерными играми. Быть главнокомандующим, спецназовцем или эльфом – неважно. В виртуальном мире возможно примерить на себя любую роль. Поэтому и полюбил это занятие, говорит юноша. Искренне, горячо и на всю жизнь. Сейчас Антон принимает участие в соревнованиях. Уверен, киберспорт – это тяжелый системный труд, где приходится многим жертвовать, чтобы добиться высоких результатов. У киберспортсмена должна быть хорошая психика. Он должен быть подготовлен и к поражениям, и к победе. Дисциплина, конечно же, важна. У каждого спортсмена она есть. Ты должен правильно выстраивать свои тренировки, правильно выставлять план на день, с командой дисциплинированно взаимодействовать, быть, в принципе, коммуникативным. На главном футбольном стадионе Самары прошел финал киберспортивного фестиваля на Кубок Губернатора. Отборочные соревнования начались 13 ноября. Они продлились 10 дней. Сильнейшие геймеры со всей области приехали, чтобы побороться за звание лучшей команды в различных компьютерных играх. Любой киберспортсмен выносит в одну калитку любителя буквально за считанные секунды. Этому надо долго, упорно учиться. И я бы хотел отметить, что здесь не только навык, но и зачастую математика и калькулятор. Потому что ребята, которые серьезно готовятся, зачастую это математические выкладки. Для самых отважных работала арена виртуальной реальности. Это специально выделенная безопасная игровая зона, созданная для полного погружения в мир игры. Выходите в этом пространстве и думаете вживую, что вы действительно там. То есть у вас внизу может лежать какое-то ведро, блоки или еще что-то, от которые страшно спотыкнуться. Это настолько уникально. И у нас в данную игру могут играть дети от 8 лет и приходят с дедушками 70 лет. И они находят вместе вот этот вот консенсус какой-то. Также на фестивале можно было попробовать свои силы в управлении спортивными дронами. Задача пилотов как можно быстрее пролететь – заданный маршрут. Полоса препятствий – это кольца разных размеров и сложные повороты. Как на велосипеде. Один в один только, чуть больше плоскостей управления. Количество переходит в качество. В какой-то момент ты уже не думаешь, что тебе нужно лететь, ты просто летишь. Ну а поначалу, конечно, это очень сложно и требует скурпулезного, усердного труда. В симуляторе, с инструктором и теоретическую часть тоже хорошо бы знать. А для самых ярких – конкурс косплея. Это искусство перевоплощения в образ любимого персонажа из компьютерной игры, фильма, аниме, комикса или литературного произведения. Важно не только быть максимально похожим на героя, но и умело передать его характер, пластику, тело и мимику. Вижу костюмы красивые, парики, макияж. Все это вдохновляет, это все интересно, потому что ты можешь экспериментировать с этим всем по-разному, и получается вот такая вот красота. Специалисты отмечают, киберспорт – это не просто часы, проведенные за игровым монитором. Это хобби, объединяющие в себе массу ценных навыков, которые могут пригодиться на протяжении всей жизни. Ксения Баканова, Андрей Бессонов, Константин Головин. События. Ксения Бессонов, Константин Головин.